Мутная вода в реке Листвянка, по словам рыбаков, появилась две недели назад. Здесь рязанцы часто ловят мелкую рыбу, живца, на которого впоследствии хотят поймать крупного хищника в другом водоеме, например, щуку. В очередной раз, придя сюда на рыбалку, горожане очень удивились открывшейся перед ними картине. Я обнаружил вот такую помойку, натуральную помойку, канализация впадает в начало речки Листвянка. Вот мы стоим рядом с очистным, и с очистных вытекает нормальная более-менее вода, а здесь мы видим муть. Рыба начинает дохнуть, просто дохнуть. И все это впадает в наш с вами любимый аку. Пока только карасик остался, вся пескарь, вся другая плотва, там все это ушло. Или сдохло, или ушло. Все, вниз по течению. Вода с очистных сооружений города Рязани действительно кажется относительно прозрачной. В то время как выше по течению реки можно наблюдать мутную воду. Причем в некоторых местах видно, как она смешивается с более прозрачной водой. К тому же сейчас вода в реке издает неприятный запах. Все это сочетается с ароматами, исходящими от местных предприятий и очистных сооружений. Рыбаки уже предположили, откуда могла появиться в реке мутная, плохо пахнущая вода. Мое мнение со стороны ЗИЛа, со стороны завода ЗИЛ, или как там сейчас называется, я не знаю. Но ручей-то оттуда идет, по направлению. Это мое субъективное мнение. По словам рыбаков, сейчас здесь можно наблюдать погибающие подводные растения. Они отмирают и покрываются неизвестным налетом. А еще совсем недавно, по словам Сергея, местные жители ловили здесь рыбу даже для обеденного стола. Было нормально, я сюда приезжал, запах канализации абсолютно не счастлив, не ощущал. И текла вот такая нормальная прозрачная вода. Тем более сейчас здесь на очистных поменяли оборудование, сейчас она стала уже идти гораздо лучше. Раньше и очистные сооружения доставляли рыбакам неудобства. Это осталось в прошлом. Теперь мутная вода неизвестного происхождения лишила рыбаков возможности ловить живца. Раньше пескарь был для них в шаговой доступности, теперь они не знают, где его искать. В то же время мы уже отправили запрос в природоохранную прокуратуру, для того, чтобы специалисты разобрались с данной проблемой. Мы будем держать вас в курсе событий. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».